ПАША ТУДЕЙ ПАША ТУДЕЙ Джейлбрейка могут проходить и годы, тем более пока уязвимость работает только в версии прошивки 1.76. И даже если C-Tru правда уверен в возможности использования эксплойта на других прошивках, Sony наверняка найдет способ решить проблему. Но вот найдет ли Sony способ решить проблему с нехваткой эксклюзивов? Мне всегда нравилась Австралия, у чуваков свой материк, живут там на отшибе, делают что хотят. И директор австралийской Sony Майкл Эфрейм стал для меня продолжением этого образа, заявив мол «Ребята, а своя линеечка игр у нас слабая в этом году. Мы очень много работали со сторонними партнерами и мало с нашими родными PS4 эксклюзивами». Наверное, он бы еще и про PlayStation Experience высказался. Но сдается мне, Сюхей Юсидо уже оттаскивал его от журналистов GameSpot, попутно закрывая рот рукой. Вы ведь помните обилие инди на презентации? Хотя, Майкл с надеждой смотрит на следующий год, мол, там и Street Fighter V, Uncharted 4, No Man's Sky, Last Guardian, Grand Tourism Sport, правда, я не уверен, что это та линейка эксклюзивов, которую я ждал. А вы? Пока разработчик Rainbow Six Siege анонсирует новый супер-пупер хардкорный режим, который поместит игроков в более реалистичные условия, формы игры бурлят из-за негодования, связанного с проблемой регистрации попаданий в игре. Эх, прям как в детстве. Я тебя убил! Нет, я тебя убил! Тем временем Valve сделал подарок всем фанатам Counter-Strike Global Offensive, понизив урон нового револьвера, вызывавшего столько негодований в интернете. Ubisoft, вот так надо! Эксплойты, линейки, попадания, ух... После всего этого так приятно закончить выпуск на позитивной ноте. Спасибо за это стоит сказать команде Virtus.pro по Dota 2. Сегодня ночью эти ребята заняли второе место на четвертом сезоне Beyond the Summer, уступив победу только победителям за International команде Evil Genius с итоговым счетом 3-2. В любом случае стоит отметить, что изменения состава пошли Virtus.pro на пользу, и Silent отлично показал себя как новый кэрри, а команда преодолела проклятие пятого и шестого места. Давайте просто порадуемся за соотечественников. С вами был Павел Пиаваров. Я здесь на долго! И передача «Моя крепкая». До завтра!